Меня зовут Георгий, я студент четвертого курса бакалавриата математики. Я занимаюсь эрогонической теорией, это такая тема на стыке, на самом деле, многих ветвей математики. Там очень много всего используется, и на самом деле во многом этим, тем мне и нравится, там есть много всего от динамических систем, от теории вероятности, от анализа, даже алгебра там есть, и, в общем, много чего. Это было так давно, я был в 2000, я, возможно, ошибаюсь, но в 2016 году у меня была бронзовая медаль на международной олимпиаде в математике, а в 2017 серебряный. Первая олимпиада была в Гонконге, а вторая в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Я занимался в кружке, который был в Ярославле, то есть каждую неделю надо было съездить в Ярославль, это примерно 80 километров, то есть примерно полтора часа. В Ярославле был кружок, который организовывал Варимир Лидович Дольников, и он учил детей в Ярославле и в области тоже. Потом надо было ехать назад, то есть вот такое каждое по выходным было приключение. Во-первых, я люблю тему, связанную с анализом. В Петербурге очень сильная школа математического анализа, и это причина номер один, самая главная причина. Вторая причина – это бытовая причина. То есть вот здесь хорошее общежитие, хорошие стипендии, если хорошо учиться. Ну и третья причина, наверное, просто потому, что это в Петербурге, здесь очень красиво, и вот и все. Я думал, будет хуже, я думал, будет сильно хуже, но погода более-менее, как раз. Летом прекрасно, вот сейчас вообще солнце, иногда идет дождь, но в Рыбинске, в общем, в это времена тоже идет постоянно дождь, может быть, холоднее немножко. Большинство студентов живет, если не все, я боюсь, на враче, живет на Васильевском острове, здесь очень близко. Буквально вот если быстро идти на лекции утром, то это 20 минут ходьбы, медленной ходьбы там полчаса. Ну и, в общем, ходьбы по приличным местам, то есть в целом довольно приятная стипендия, 15 тысяч, вот стипендия родные города. Ну вот на базовые вещи точно хватит. Факультет новый, тут все эволюционирует сильно, возможно, немножко отстало от того, что происходит сейчас на первом курсе. Ну вот у нас было, мы решали листочки, это что-то вот, каждый преподаватель практики, соответственно, практик на каждом из начальных курсов, там примерно 4-5 практик, дает какой-то листок с задачами, просто список задач, там полностью насмотрение преподавателя, как он захочет. Ну и вот, значит, нужно решать. И это у нас было сложнее, чем лекции и семинары, то есть там практики подходили творческие к созданию листочков, там были сложные задачи. Здесь проводится много семинаров, я бы, наверное, рекомендовал всем в них участвовать, в том, что хоть немножко интересно, тут есть небольшой подвох, на них не будет понятно ничего, скорее всего, абсолютно. Но вот, пока вы будете эволюционировать в какой-то своей области, которую вы изучаете, будет становиться понятнее все больше и больше, и вот, может, к концу обучения на галавриате будет, понятно, процентов 60, это уже значительно. Ну, понятно, что узнавать там много всякого в математике, это всегда интересно, но для этого можно вообще и книгу почитать, вот, непосредственно в учебном процессе, наверное, нравится как-то взаимодействовать с преподавателем, вот, как-то учиться чему-то не просто математике, а каким-то, ну, не знаю, подходом или взглядом, методом, вот, что-то такое. Ну, я бы хотел заниматься, продолжать заниматься наукой, если это будет получаться и дальше, я был бы просто счастлив, соответственно, я хочу поступить в магистратуру, потом в аспирантуру и так далее, такой общий план.